я тут решила пересадить цветок а миша у нас портфель и горкин разбирает миш открой пенал я сегодня утром ему точила карандаши короче не то что они сломаны их как бы вообще нет я не знаю день и куда он их дел непонятно в портфель то нет и и очков футляре нет на очки потому что на нем на шнурке висели с посмотрим потому что все таки он изредка их бережет очень не знаю если слышно вам он там наверху у нас кричит на полдня ребенка хватило сегодня опять у него началось чё кричит че не понимаю нет понимаю конечно по всяким пустякам когда обычно вот там шестни же что вася не или обидится или скажет ну ладно мы больше так не будем его на все реагирует вот таким криком прям конкретно рыжий у нас вот тут с черепахой до рыжик вот представляете если мы в квартире жили это он спустился на лестницу чтобы я слышала он думает что я не слышу его если бы мы жили в квартире у нас бы соседи подумали что ребенка бьют или убивают что еще хлеще почему такие крики я очень переживаю что он также в школе будет себя вести для учителя это будет наверное вообще шоком одни пакеты у нас тут на полу это меня еще осталось метод разобрать декор надо вообще вот на игра цента не знаю что делать у меня нет дренажа попробую так посадить пока без дренажа или пенопласт на одну часть украшу поставлю вот и старые семена свои тоже достала просроченные попробую вот в этом субстракте кокосовом посадить салат витаминный попробую выгнать дома может быть получится какие-то там слабенькие листочки мы его съедим если он вырастет и лук припасла тоже сыпану немножко туда вот этого субстракта и воткну вот это у меня есть фрикаделик такая штучка и вот 12 луковиц воткну тоже на зелень выгоним зелень на салатике миш пойди посмотри как бы он что-нибудь не сделала стукнется еще очень кричит очень сильно ладно хоть головой не стучится потому что я вот ну видела просто как ребенок вот один не наш ребенок у другой женщины он наносит себе увечья это еще страшнее это товарищи это жесть просто он наносит себе увечья и ему от этого то ли легче становится то ли радостно я не знаю и у него тоже нет никакого диагноза ему ставишь он здоровый в общем говорят что это он вас так себя ведет это я не про его рассказываю а про того вот мальчика вот этой мамочки говорят что это он вас так себя ведет просто вы любите его больше и все успокоится все будет замечательно а ребенку нравится наносить себе увечья и ранить себя я считаю что это ненормально а да не буду его снимать опять комментарий закроет не надо смена которая оставила в этом году свежие так бегонию я взяла попробовать один раз у меня получилось выросла у меня такая но мы когда переезжали из квартиры в дом что-то там так не срослось с тем цветком взяла перчик оранжевое чудо f1 такой он дешевый вот такие вот новые семена я еще их не видела агрофирмы партнер они идут как типа авторских что ли семян там от везувий вот боша просто ценник один оставлю 100 рублей пакетик там всего на 2 или 3 семечка хочется посмотреть что же там за 100 рублей наверно огурцов тьма тьмущая сами будут расти не надо за ними подходить вот такой еще новый хочу попробовать любящее сердце бычи сердце мы сажали нам нравилось оно такое прям мясное получается нажористый этот тоже обещают будет большим так коту сейчас посажу потому что у нас обдирает цветы в общем хочу его переключить специально на его траву за цветы буду его ругать а вот около этого горшка гладить чтобы он не ел то что не нужно вот такие еще корнишоны санькина любовь тоже очень дорогой пакетик ценника нет но больше 100 рублей пакетик написано что плетется до 400 огурчиков с каждого растения представляете там тоже наверное два или три зернышка если два может одно нет есть в общем я потом буду когда их высаживать я покажу сколько там зернышек не фокусируется вот такая штука должна вырасти высокая большая и много много на ней огурцов это как раз для нас нам что побольше по ножу листи и вот хочу показать такую подставочку на приобрела вот там три горшочка потом вынимается какая-то подставочка кашпо вставляется так в эти кашпо я так поняла дренаж не нужен потому что за счет вот этих вот отверстий широких все-таки воздухообмен происходит но первый раз я сюда не цветочки посажу а вот эту вот траву в коту думаю что этот горшок его привлечет рыжего пусик у нас не хулиганит пусик у нас ничего плохого не делает в отличие от рыжего рыжий у нас хулигашка так а еще у меня я хотела показать его там под тряпочкой посмотри дай сюда наконец-то он у меня успокоился теперь в помощниках из просрочки у нас вот такое король трав эстрагон я его просто сыпанула вот в горшочек вот в этот вот не знаю что выйдет не выйдет и вот такое нашли еще в пятнадцатом году срок годности кончился и пока у меня есть возможность я их высадила если они взойдут хорошо не взойдут не жалко я потом в эту землю чего-нибудь другой воткну что хочется сказать вот эти семена ценника у меня нет я не знаю сколько они стоят но в каждом пакетике 3-4 зернышка было мелких таких очень очень мало и она f1 я так понимаю что не дешевая вот завалялась она не могу сказать сколько стоит нету ценника про субстракт заварили мы в тазике в таком мы хотели отделить и заварить часть но он начал крошиться в общем мы заварили все вот этот вот брикетик заливается двумя литрами теплой воды у нас получился почти целый тазик в общем я теперь все что у меня есть начинаю вот в этот субстракт я не думал что его столько много будет очень воткнула я лук ну драцену я конечно посадила землю специально для драцены вот эти желтые листочки не знаю как они сами отойдут или их отстричь нужно у меня есть у кого спросить дружественных каналов много поэтому цветоводов много среди них очень спрошу у кого-то продрать цену что с этим листочками сделать я ищу цветовод то тот ну нет у меня опыта как такового но с другой стороны без помидоров и огурчиков мы не остаемся они всегда есть каждый год блин вообще матрешки мои нагулялись а егор так и не ходил гулять у нас у нас сегодня в адеквате вот сейчас передышка маленькая вроде пока сажала ему интересно тут было а потом я его попросила отнеси говорю мне этот наверх пульверизатор в общем снимать невозможно его давай прекращать егор я мельком покажу он меня вот здесь на полу сидит в общем я не знаю что с ним делать я так подозреваю что сейчас я перейду сюда я так подозреваю что в доме ребенка им все равно что нибудь давали какой-нибудь успокоительный ой но я об этом тоже целый разговор запишу в общем невозможно румяная вася тоже румяная тоже нагулялась егориде хлопушки с молочком есть егор 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 желания они у меня лера их научила хлопья смазывать сиропом. молочком им грим ащен кло�트 сиропом смазывать разбивает молочком такой вот егорь иди хлопушки с молочком егор там все сидит воет и пожалеться никак не успокаивается все никак не может успокоиться еще в понедельник я наверное даже просто вот эту видеозапись покажу но в принципе то она понимает наверное не первый такой ее на практике я так думаю егор-егор поди хлопушки с молочком вкусно иди сюда к нам давай из сиропчиком да немножко выглядывает муж сейчас успокоится егор иди хлопушки кушать егор него еще привычка появилась но она уже так давненько появилась если его слегка взять за затылок и куда-то вести то он делает вид что его очень сильно бьют он падает на пол на снеж или на снег да у меня есть такая привычка я их всех так всех своих детей и мишу и никиту когда куда-то я не тащу их за шар я их просто ложу руку на затылок и как бы направляю они все к этому привыкли вот и егор поначалу вроде все нормально было но иногда он егор садись иди егор но иногда он делает так что со стороны это выглядит как будто его толкают я почему говорю что со стороны потому что миша тоже также вот ну тоже бывает что вот он его за затылок и значит пошли убираться и он бросается на пол если бы я не знала как он это делает я бы подумал что миша его сильно толкает нехорошая привычка у кого есть еще вот приемные поделитесь есть у ваших такая привычка или нет у нас вообще был жуткий случай девочка говорила своих приемных родителей школе нашей что ее избили битой девочку забрали подали в суд на бабушку потому что она сказал что это бабушка ее избила закончилось это тем что бабушка скончалась инфаркта она не пережила вот это все издевательство опеки и суды на нее в суд же подали вот девочку определили каким-то людям я знаю кому я не буду это все говорить вот они ее через две недели вернули сказали что это еще одиада и не нужно и сейчас эту девочку отправили тоже в какую-то другую приемную семью потому что в детском доме она не смогла ужиться тут ее тоже взял посильнее характером вот но если к тому что у нас сейчас верят детям не верят приемным родителям у девочки добылись некие на копе но потом когда уже вот с ней разговаривал психолог уже после всех пришедших вот она сказала что она на горке каталась а то что бабушку говорила но она ее сильно ты не говорила просто об она была злая на бабушку бабушка заставила ее коврики вытрясти коврики вытрясти заставила девочки было уже на тот момент но подросток девочка была вот она была на нее злая и она в школе сказала что ее бабушка избила битой в общем трагедия семейная вот это вот девочка лишилась своих приемных родителей все-таки они ее любили бабушка скончалась потому что раз бабушка виновата значит на бабушку суп подали вот а бабушка даже не в доме к она даже не понимала что такое бита она не знает что такое бита знаете ребенок придумал вот это слово битой у них семье даже не видели что это такое то есть ну как это явно что вот ну притащена за уши да а с другой стороны вот много очень по телевизору показывают что издеваются детьми не кормит их или там что-то мне кажется большинство случаев это все неправда вот большинстве это такие как малахов они все это показывают специально чтобы растравить людей и настроить их против приемных потому что чтобы взять ребенка это нужно пройти столько кругов столько всего вот ну может быть случается какие-то психи попадают вот в это все но я не знаю у нас и горкой гор ничего тебя успокоился немножко нет еще кричать хочется нет не будешь больше кричать не будешь нормально а голова не болит у тебя нет точно не болит а что болит ничего не болит вот него подглазина нас вот идут сейчас него обычно нет подглазин ничего плакать опять хочется что давай уж не будем не надо плакать чем сейчас займемся то рисовать будете да да его будешь рисовать сейчас не знаешь еще можно я здесь вам разрешу на кухню ладно мне здесь проще убрать все будешь красками рисовать его будешь а кричать не будешь больше поверю а чё тебе не прогрелась что ли она ну куда я попробую дай мне нам не холодной комнатной температуры давай сейчас подогрею тебе еще пока кричал остыла ладно вот видите вот ребенок за минуту как бы еще не факт что напить снова это не начнет я имею до кричать почему передумали рисовать снежана нашла вот такие наборы у нас загашники сейчас покажу поближе вот так это фантазии в общем аппликация фольгой в принципе им только объяснить дети справляются сами в общем если кому-то надо детей занять хотя бы на полчаса от 3 плюс вот идет рекомендую если видите такие в продаже покупайте у егор у нас в восторге у него как мужчина красивый получается принцип очень простой нужно снять защитный слой на ошейнике там чего только сердечки буду другого цвета не туда желтый вот так сердечки только выковыривай то сердечки да а как а вот смотри вы копать подцепляй кружочки снежаны там фея да покажи картиночку снеж красила какое сердечко не липнет наверно они у нас долго пролежали может немножко подсохли мама все как хомяк и все надо все наборы беру 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 периодически просматриваю пластилин у меня тут засох в каком-то наборе очень пришлось выбросить все мне надо все думаю буду все это им давать чтобы они занимались но времени того сейчас учебой очень мало остается так у василисы у нас вот такая принцесса до на к булочках с короной это софия прекрасная софия прекрасная дает музыку очень заняты у меня на полчаса егор нравится его а сергеич а там цвет какой-то посмотрел уж дорогие уши вон оранжевые красные а вот смотри-ка не двух оттенков то уж это вот значит надо два кусочка тут снимать ну чего лайк поставишь классно набор то поставь пальчик вверх то скажи в ладно делайте а а